здрасте ну что сегодня у нас такая немножко неочередная запись из редакции советского спорта пришел ко мне знакомый сергей болельщик динамо такой ярый с огромным стажем который там везде с командой ездит в курсе всех проблем и как раз у московского динамо сейчас хоккейная я почему ситуация сейчас очень непростая идет в клубе такая серьезная борьба за власть и пока непонятно с каким бюджетом команда вступит следующий сезон но ромбик динамовский висит да серёг да и вот здесь его не опускает еще но вот сегодня последняя такая новость до прозвучала в брызг такой в сми что динамо балашка чемпиона вхл этого года собираются чуть ли не расформированы да да не упразднять давай ты расскажи ты об этом что-то слышал наверное я об этом естественно сам узнал для меня это был как удар обухом по голове вот но я сразу помнишь как только вошел с порога сказал скорее всего это идет шантаж центрального совета руководству мол не дадите напрямую денег значит мы еще будем потихоньку отсекать хвосты вот как потом вот источник естественно не буду называть так и выяснилось что это надо просто бурю в стакане устроить показать посмотрим как чего конечно не хотелось бы чтобы не большое динамо не средняя динамо не маленькая динамо которые хкмвд пока еще вот называется чтобы их расформировали понятно сейчас я буду может быть говорить банальные вещи но ребята единственный клуб на постсоветском пространстве который выиграл вообще все турниры которые когда-либо проводились начиная сорок шестого года даже цска времен тарасова тихонова там который хватало все подряд выиграл они не могут этим похвастаться и уже никогда они не выиграть не суперлигу не мхл не выиграют нету таких турниров а у динамо все это есть но естественно в копилочке больше всех медалей 49 вы не дополнишь вот так вот вот скажи как ты вообще относишься к тому что сейчас такая жесткая борьба за власть идет между центральным советом динамо да как я понимаю и нынешним руководством хоккейного клуба вот за управление финансовыми потоками да кто будет в общем-то управлять бюджетом на следующий сезон и чего вы ждете вот будет ли по клубу какой-то удар связи с переменами по клубу удар будет естественно первую очередь клуб ты и страдает как говорят паны дерутся у халубов чубы трещат там задолженность да ты знаешь что с февраля еще не заплатили ни игрокам ни работникам там по насколько я знаю заплатили прям уже нет задолженность закрыли по зарплате прям по моему во время матча какого-то то есть в марте уже закрыли это по регулярке наконец регулярки по премиальным там остались проблемы по премиальным если брать внутри команды на команду то в принципе над там по моему миллиард сто семьдесят миллионов это так с этим то все разрулили там долги то идут побольше аренда втб база ну и фирме которые вот этими трансферами трансфер перелетами занималась нашего клуба и проживание на стоит что вас тоже уже чуть там не арестована базе поменяли чоп да и никого пока не пускают что они там разруливают это пока не известно а и все сотрудники по 10 мая отправлены в отпуск не отплачены там саде аренда не продлина да еще для клуба по моему ну динамо хотя эта база в общем-то и создавалась изначально как именно дар клуба от антропа по моему юрзинов кое веков у нас же до этого вообще не было литого катка была база но катка не было ездили на поклон к цск на ленинградку и там тренировать выделяли строго полтора часа а потом удивляется почему динамо не было чемпионом а крылышки для спартак были у них лед свой был а у нас не было вот так вот юрзинов к андропову там да он пришел к нему у них нормальные отношения были андропов любил московское динамо царство ему небесное вот есть туда уж мальцев ходил как уж не входить туда-туда юрзинов поднял вопрос аркадий иванович чернышов тоже царство ему небесное светлая память он был настолько деликат человек он такие темы не поднимал он считал что это само собой разумеется руководство это должно дойти ну не доходило вот так вот так что ждем от следующего сезона ну сначала про борьбу за власть во первых многие болельщики я не знаю как там в руководстве там еще многим болельщикам не нравится кто пришли в центра нам и те не нравились эти сосвоевые и так далее вот не буду этих всех генералов перечислять до сих пор очень такое чувство знаете как вроде назвал фамилию а хочется помыть даже руки вот неприятные были личности сквозьки и двуличные вот тип как нашего харчука был свое время до 2006 года да вот а теперь получается что пришли эти люди совершенно по-другому все пересматривают и хотят прям на ходу ломать наше руководство кстати хочу сказать многим динамоцам и динамо болеет они за финансовые потоки но как это так центральный совет говорит вы найдите спонсоров дайте нам деньги а мы решим как их распределять это все равно что если даже я живу с родителями да получаю зарплату и мне мама будет говорить и давай всю зарплату сюда мне а я буду решать сколько тебе каждый месяц выделять ну как если я сам нашел спонсора да ну клуб сафрон нашел почему он должен отдавать центральный совет это ненормально поэтому и началась сейчас вся вот это катавасия выкручивание рук вот в понедельник была встреча сафронова ротенберга аркадия и нургалеева с одной стороны из центрального совета людей да ну там был это стрелковский ухрен вы говоришь вот газпром это легче вот о чем они договорились непонятно пока тишина но была бы хорошая новость с ней бы уже андрей николаевич поделился бы значит новость нехороший зато пришла другая по поводу балашки это говорит о чем ах так вот не даете денег не идете на наши условия значит не договорились это значит не договорились я думаю ротенберг там больше был как наблюдательный человек он больше на это смотрел и вникал чего и как вряд ли он будет полностью на стороне сафронова может ему динамо где-то даже и близко в чем я правда очень сомневаюсь но на стороне сафронова он тоже вряд ли будет если бы он был на его стороне то его бы и сборной в свое время причем так помпезно но рад что ротенберг помогал вам несколько раз в трудных ситуаций как я слышал хотя бы как-то вот разруливать эти вот он помогал как он приводил он не свои деньги один раз дал свои деньги на овечкина это после общественного резонанса он же когда локаут случился он же сначала сказал я денег никаких не дам получите деньги на право воспитать на школу да овечкин стал договариваться с циска а тут хай подняли все это естественно и естественно от войну сказал то вы что я всю жизнь мечтал вот чтобы овечкин играл только за динамо это понятно а ну и болельщикам помог он с перелетом на финал в челябинск вот вся его помощь была но слава богу он хоть не поступал как его братец да этот с футбольным вообще тут мило поступал брал кредиты и все оформлял на футбольную кухню надо не будем лезть в футбольную кухню это туда уйдем с головой не кс меня кстати вот впугает что немножко так нет тут идея с что-то он хочет и единый создать финансовый поток которые будут зарабатывать они сами что-то на футбол что-то на хоккей вот система сообщающихся сосудов или даже еще хуже сообщающихся они хоть друг друга подпитывают если где-то угол там же придет а это получается как дуршлаг сверху налили все это растеклось куда чего не понять вот чем дело сложнее будет да да я боюсь что у тебя нет опасения что хоккейный клуб останется вот таким золушкой в этой ситуации по сравнению с футбольным братом динамо футбольный что самое удивительное на хоккейный клуб ходит больше чем на футбольный и объясните это тем что якобы сейчас футболисты играют в химках вот будут играть в москве вот мы начнем не будут ходить это проклятый вид спорта для нашего общества ни черта народ на него как не ходил так не будет ходить но к сожалению футболу российский футбол он популярен вот и поэтому туда естественно для пиара будут больше вбухивать потому что ты можешь выступить в европе вдруг там как-то чё-то поэтому над деньги вкладывать туда больше и показ вот видите пусть у нас болельщиков мало но мы в еврокубках играем или там даже до финала кубка россии дошли какие выиграл ты кубок гагарина благодаря нашему мудрому руководству отечественного хоккея мы не участвуем в лиге чемпионов поэтому выше кубка гагарина ты никак не прыгнешь супер серии мы тоже уже давно не проводим но это там уже гори летучие кстати хотелось бы это было бы замечательно это было бы замечательно и может быть даже надо было попробовать свое время но черт с ним там инхаил дать эти деньги они бы окупились если я в советское время ходил на динамо монреаль билеты на центральной трибуны 10 рублей стоили же сумасшедшие деньги а сзади ворот не только после пришел откуда у меня деньги были 6 рублей я сзади ворот сел 12 сколько дворец спорта еще 12-400 по-моему тоже да где-то как втб примерно так 10 тысяч пришло 10 тысяч даже это для нас интересно для российского борщика думаю сейчас безумно интересно матчи между клубами кхл и нхл да если на сборную тратил такие деньги то на супер ой на супер серию тем более народ по отстегнул за эти билеты отстегнул я сам лично стигнул сколько там 200 долларов ну черт с ним отдал бы я ведь сколько 12 тысяч отдал бы вот но сходил бы вот так вот скажи ты общаешься в принципе я знаю со многими игроками да в команде вот как и нет у тебя опасений сейчас что может даже как-то причинная подготовка сорваться из-за всех этих вот игр или пока там параллел параллел денег-то нету где нет нет а надо хотя бы где-то хорошо с пинском там хоть это и бюджетный вариант до пинска но все равно над же трансфер проживание питание и так далее там да вся эта логистика на это деньги нужны конце концов на зарплату сотрудникам тем же игрокам чем приедут ребят вот вам только еда выбил игроки где нам скажет прям привыкли ждать по несколько месяцев за но и хорошо обычная практика затронутся такие зарплаты не так у сотрудников не такие они на базу до подушки безопасности нету они на нерву это понятно естественно все подвешенном состоянии на базу тоже не пускают и какая предсезонка то то есть начало предсезонки надо обязательно решать вот эти все вопросы мы не даром до 1 июля недаром до 1 июля же у нас же в связи с олимпиадой и так далее сезон то начнется когда уже на числа 20 как в том году да я не думаю что позже смотри числа 1 наверняка вот голову даю на сечение что не так не буду тоже говорить но процентов 90 процентов 90 что кубка мемориал чернышева не буду на что проводить надо приглашать команды а им же надо что-то заинтересовать билет на него бесплатные пригласительные же не но если бюджет утвердят а я надеюсь все таки на это что каком-то компромиссу эти города придут нельзя же вечно вы его может могут знаешь как утвердить такой бюджет и мы будем как спартак времен когда последний сезон играл перед вылетом перед расформированием так назовем и будто играть условно там чебыкин ну александр ну все из выхоел ну кто-то там еще может быть и из основной команды кстати к тому идет что все таки став ставка то будет и ты представляешь какой состав будет и чё он может вы а если это все почему потому что будет маленький бюджет мы можем только из двух команд сделать одну более-менее какую-то там тот же варнаков доусы уйдут куда куда уж я не знаю это их проблему они еще не пришли этому и на беда сквозь когда говоришь что они уйдут что не все знают что они пришли есть действительно интерес динамо в доусы варнакова но и понятно что пока вот в клубе такая непорядок с финансами есть у меня сомнения нет известие что тренера воробьев вам вот доуса конкретно хочет с ними дима что назару помогал и он видимо в курсе что это за игрок вот он очень хочет доуса может там барыста распадается связкой многолетним ну там один завершил об очереди по моему нет бачен закончил а доус вот и доус а будет куда-то будет сейчас не готов сказать ну ладно это их проблемы нам еще оказаться динамо хочет доуса но на самом деле договора то еще нет как такового есть только вот взаимное же я думаю я посмотрел ради интереса вот когда вчера новости узнал статистику нормально забил на пол естественно поэтому я думаю тоже торпеда которые нормальные даже счета то что легионер без работы не они там у него все хорошо будет может быть только он будет сан-хратербург его возьмет ну там вряд ли да ну так пардон сейчас отключу звук вот так чу еще там хотели ну давай подытожим давай подытожим тогда уже про динамо разговор а дальше там уже пообщаемся просто без камеры чтобы там не размазывать тем или вот без танзуры скажем так чего ты ждешь как болельщик от следующего сезона ты готов парально к тому что следующий сезон динамо провалит или все-таки надежда у тебя на то что все в последний момент войдет свою привычную колею и динамо хотя бы на привычном уровне я не дитё малое и не где радужная девушка в розовых очках поэтому я никаких особых иллюзий не питаю мне кажется очень тяжело нам будет сейчас собрать деньги учитывая вообще экономическую ситуацию то есть сейчас спонсору вот так вот поди выложить деньги это никогда тем более придется выкладывать и на долги еще чтобы зараза достаточно там долги то порядка трех миллиардов по моим данным нет там меньше двух миллиардов я слышал цифру больше трех с учетом той вот того миллиарда правда который болтается нет но не мог так нет не 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 там меньше двух миллиардов вот поэтому я не думаю если мы даже выйдем в плей офф первый раунд для нас будет мы в этом то сезоне бодались с торпеда ну торпеда что ты заперлик то серьезные торпеда как бы ну и ну да не то что мобильная все равно видно было по системе мы поинтереснее и доводить до этих инфарктных ситуаций ни к чему было, можно было и по собраннице играть, то тут уже будет подвигом пройти вообще первый раунд если это мы в этом сезоне восприняли как должное то в следующем будет подвигом пройти, а вообще я лично морально готов к тому, что вообще не попадете в плав не, что мы вообще не заявимся, я к этому готов морально, честно сказать, не заявитесь вообще вообще не заявился, в КХЛ в ВХЛ будет наверняка, останется там и деньги меньше нет, это понятно, для Динамо как-то ну а как Спартак у него-то болельщиков тоже немало и серьезных болельщиков, а никто не захотел под них деньги-то давать все равно, а почему под Динамо тогда должны? то есть ты допускаешь вариант такой, что Динамо пропустит сезон, да, понятно, что мы уж не в обиду будет Спартаковаться мы элитные все-таки, у нас ну бренд есть бренд ну особенно в последние там 20 лет ну какие 20, уже почти 30 ну да, уже почти 30 с 90-го, прям на мой дембель мне клуб подарок сделал, стали чемпионами вот так вот вот, поэтому готов и к этому к этой ситуации что придет добрый дядя и вывалит деньги, вот на Усманову была надежда ну тут говорит, ребят, выходите из ЦС ЦС говорит, мы вас никуда не отпускаем а как вот это вот все разорвать я не знаю это там, наверное, настолько юридически все сложно да это, наверное, невозможно без желания ЦС ну, на самом деле, я думаю, просто компромисс должен найти ЦС и Сафронов а Усманов бы нас закормил бы он же болельщик Динамо с детства вот как я, да, с детства единственное, конечно, пугает в этих ситуациях что если будет дофига денег я не хочу, чтобы мы превратились в тот же вот как там вот северный клуб один мне не надо, чтобы было дофига варягов вот непонятный там пусть и очень известный тренер но они не наши по своей духу, идеологии и стратегии и вот где клуб, там, дай бог, будет там один игрок да, Вовка Брюк а остальные какие-нибудь будут Ковальчуки бегать или там Белов вот это удар будет я на такой Динамо ходить ну, будут, конечно но не как сейчас но привыкать придется тебе сильно, короче мне ломать себя придется я не знаю, к счастью, к сожалению в 90-е привыкал к чему в сезон своими воспитанниками отыграли все, кто в Инхаил убежал кто в Ангар то в Казань то в Магнитку ну, тогда в Восток же были олигархи-то вот, к этому привыкали сможет человек по 16 ушло пришли другие ну, опять-таки, свои приходили а вот не как вот что-то в северном клубе делается не надо ладно, ну что мы желаем Динамо в любом случае как-то устаканить свои вот эти вот финансовые проблемы потому что вот, в принципе, месяц еще есть если люди услышат друг друга и как-то вот поймут, что есть интересы клуба которые вот выше каких-то личных интересов финансов выше личных амбиций и просто пойдут друг другу на какие-то уступки и решат этот вопрос я не знаю, кто уступит Сафронов или ЦС что там, Братенберг Аркадий скажет свое, наверное, веское какое-то слово ну, учитывая реалии вот, современной жизни рассчитывать на мудрость это последнее, по-моему, что приходится ну, обратимся к болельщикам что пусть они, в любом случае, клуб поддерживают до конца конечно а мы будем следить за тем, как развивается ситуация и надеяться на лучшее Динамо, мы тебя любим что еще остается да, мы тебя не бросим все, счастливо, увидимся адьос, компонейро амбицийно